Представьте себе, что вы, как обычно, приходите к парикмахерскую, садитесь в кресло к своему мастеру, он приступает к работе. Как вдруг в зале появляется неизвестный, который практически в упор его расстреливает. Примерно эту картину увидели сотрудники и клиенты вот этой парикмахерской на Люздорской дороге. Нападение произошло очень быстро, подозреваемому удалось скрыться. Благо, пострадавшую женщину вовремя успели доставить в больницу, и сейчас она уже в сознании. За дверями вот этой вполне обычной с виду парикмахерской едва не случилась трагедия. Во вторник, конец рабочего дня, для одной из сотрудниц мог стать последним. Неизвестный в маске ворвался в зал и несколько раз выстрелил 45-летнюю женщину. Неведомый, заходивши до перикарни, совершил несколько пострелов в биг женщины и с места событий втек. Наразі вказана события квалификается как замах на убийство. Это часть 2 ст. 15 и часть 1 ст. 115 ККУ. Раненую сотрудницу доставили в еврейскую больницу, где врачам удалось оперативно реанимировать пострадавшую. Сейчас она стабилизирована и общается с родными. Пациентку удалось стабилизировать. Чувствует она себя сейчас, я же говорю, на средней степени тяжести. Ранение было выполнено первичной хирургической обработкой ран. Кровотечение остановлено. И она сейчас получает консервативную симптоматическую терапию, антибактериальную терапию, гемостатическую терапию. Что удалось как бы стабилизировать ее состояние. Сейчас в парикмахерской работает только один мужской зал. Женский, где работала пострадавшая, пустует. Но с утра здесь еще работали коллеги потерпевшей. Они рассказали, что женщину зовут Татьяна. Работает около месяца и проблем с ней не возникало. Быстрое нападение оставило в памяти очевидцев лишь незначительные детали. Выстрел и все. Человек зашел и ушел. И все. Понимаете? Больше ничего нового такого. Сказать честно, не знаю, что вам сказать. Также вчера даже милиция сказала, что тебе свидетель никакой. Потому что, ну, смысл, что мне передумывать что-то. Ну да, лица не видно. Не видно было вообще лица. Сколько было выстрелов? Ну, как милиция сказала, что в четыре. Я точно сказать не могу. Оно сразу оглушило, поэтому я не знаю. Главные вопросы инцидента, ответы на которые не дают официальные лица, ссылаясь на тайну следствия, это мотивы стрелка и тип оружия. Больше об этом в телефонном разговоре поведал юрист. Общаясь с пострадавшей, он выяснил, что у нее затяжной конфликт с бывшим мужем. Три года назад они развелись. Имущество поделили по устной договоренности. Однако сейчас бывший супруг, доставшийся ему долей, недоволен. Адвокат говорит, что выстрелов было пять. Нападавший использовал травматическое оружие. По словам самой пострадавшей, ни по росту, ни по статуре стрелок под параметры мужа не подходит. Пока полиция занята его розыском, женщина продолжает находиться в больнице. Выпишут ее не раньше, чем через несколько недель. Юлиан Аксенов, Константин Нищерет, телеканал Репортер.